7.00, точно, Киевское время. Приветствуем всех. Информационный марафон, телеканал Freedom. Работаем для вас, Денис Пахилов, Лейла Мамедова. И традиционно, как всегда, оперативная информация и ряд тем сегодня предложим вам для обсуждения. В частности, сегодня поговорим о ситуации на фронте, поговорим о продолжительной войне, агрессивной войне России против Украины. Поговорим о решении, которое может реализоваться и как это будет выглядеть об отправке западных войск в Украину. Возможно ли такая инициатива, насколько она реалистична. Эти темы не только сегодня в фокусе нашего внимания. Начинаем наш эфир с оперативных новостей. Построить три оборонительные полосы длиной 2000 километров. Такую задачу поставил президент Украины военным, членам правительства и руководителям областей. Все необходимые ресурсы для этого привлечены, ну а результатом должна стать защищенность каждого солдата. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении. Президент Украины подчеркнул, что ныне военные работают над стабилизацией позиций на фронте. И места для спокойствия российских оккупантов остаться не должно. Дорогие украинцы, украинки. Сегодня большую часть дня посвятил военным вопросам. Первая ставка. Подробные доклады по каждому направлению на нашем фронте. От Купинского до Херсонской области. Главком начальник генштаба, командующий по направлениям Министерства обороны. В настоящее время военные работают над стабилизацией наших позиций на фронте. И это в условиях, когда поставки от партнеров все еще существенно ограничены. Я благодарю каждому солдату и командиру, усим нашим воинам, які забезпечую нашу оборону. Я благодарю каждого солдата и командира, всех наших воинов, которые обеспечивают нашу оборону, наши фронтовые действия своей силой и стойкостью. И благодарю каждое предприятие здесь, в Украине, и все совместные производства с партнерами за неизменное наращивание наших собственных поставок, за такое нужное вооружение для нашей независимости – дроны, снаряды, пушки, технику. Также на ставке был доклад о строительстве фортификации. Более двух тысяч километров задач, укрепление уже созданной фортификации и создание новой, не менее трех линий нашей силы, разработаны в соответствии с угрозами. Все необходимые ресурсы привлечены, и это персональная ответственность членов правительства, областных руководителей, военных за результат. Результат должен говорить сам за себя, своей надежностью для каждого солдата. Были сегодня на отдельном докладе главком Сырский и министр обороны Умеров. И что касается текущей ситуации на фронте и планирования наших действий, никакого места покоя для оккупанта не должно быть. Обсудили сегодня же подготовку к следующему заседанию в формате «Рамштайн» и ключевые акценты нашей коммуникации с партнерами по оружию и снарядам. Что-то сброй, то снаряд. Також на окременной доповеди был коревных гур Буданов. Также на отдельном докладе был руководитель гур Буданов. Несколько вопросов. В первую очередь военные планы России. Не только против нашего государства, против других народов тоже. Совместная задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны. Возможно, он усилит мобилизацию после имитации выборов сейчас, в марте. Мобилизацию россиян, но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься. Каждый лидер. Спасибо всем, кто помогает. Сегодня же провел несколько совещаний с членами правительства, финансово-экономический блок нашего правительства и Национальный банк о состоянии нашей финансовой системы. Обеспечиваем стойкость и надежную работу финансовых институтов. Обсудили также бюджетную работу в этом году. Я благодарен всем предпринимателям, которые работают и платят налоги, сохраняют рабочие места. Это период нашей максимальной концентрации, максимальной нашей инициативы, чтобы Украина определила справедливое окончание этой войны. Можем выстоять, должны победить. Слава всем, кто сражается и работает ради Украины и украинцев. Слава всем в мире, кто защищает справедливость. Слава Украине. Слава Украине. Вооруженные силы Украины ускорили строительство укрепленных оборонительных позиций на нескольких участках фронта. Там появилось больше пехотных окопов, рвов, минных полей и зубов дракона. Об этом сообщает британская разведка. По ее данным, расширение оборонительных рубежей вооруженных сил Украины уменьшит способность российской армии продвигаться вперед или использовать тактические преимущества во время наступления, а также увеличит количество потерь среди военных Российской Федерации. В России этой ночью горели два нефтеперерабатывающих завода. Один в Орле, второй в Кстове. Это Нижегородская область. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Удара беспилотника неизвестного происхождения по предприятию подтвердил губернатор области. В Орле ныне умалчивают о попадании дрона в НПЗ. Однако люди в соцсетях публикуют видео пожара. Также было громко сегодня в Курской, Воронежской, Тульской, Белгородской областях и в Подмосковье. Местные власти отчитались о том, что дроны были сбиты якобы. В нескольких населенных пунктах Белгородской области жители остались без света из-за падения беспилотника на линии электропередач. Также отчитаться успели и в Российском министерстве обороны. Там заявили, что семь дронов было сбито над Белгородской областью, над Курской 11, над Московской, Орловской по два, в Брянской, Ленинградской, Тульской областях по одному беспилотнику. При этом не упомянули удар по нефтеперерабатывающему заводу в Нижегородской области, о котором ранее писал местный губернатор. В военно-морских силах Вооруженных сил Украины рассказали об уничтоженном накануне танкере «Механик Погодин». Судно принадлежало российской компании, внесенной в санкционный список. До лета прошлого года судно находилось на территории Херсонского морского порта. После же подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС механика Погодина выбросила на берег Кинбургской косы. Российские военные развернули на танкере наблюдательный пост и средства радиоэлектронной борьбы. Судно также периодически использовали как платформу для нанесения ударов в певедронами по Херсонской области. Как подчеркнули в военно-морских силах Вооруженных сил Украины, «Механик Погодин» был абсолютно законной целью для украинских военных. Следует отметить, что судно соответствует определению военного объекта согласно пункту 40 и под пункту С. Пункта 60 руководства Сан-Рэма по международному праву, которое применяется к вооруженным конфликтам на море. Танкер «Механик Погодин» был включен в систему РЭП и сбор разведывательной информации противника, а также системы наблюдения, командования и связи. Следовательно, уничтожение российского танкера «Механик Погодин» не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права. Из сообщения военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. Российские военные вывозят из временно оккупированного Крыма свои ремонтные базы для кораблей. Двигатели для судов регулярно перемещают в сторону Таммани в Краснодарском крае. Об этом сообщает партизанское движение «АТЭЖ». По его данным, армия Российской Федерации усиливает свои возможности по ремонту судов Новороссийских, где теперь располагается военно-морская база Черноморского флота. И причиной такого перемещения стали успешные удары сил обороны Украины по военным объектам в аннексированном Крыму. Главное управление разведки Минобороны Украины накануне опубликовало уникальные кадры операции под названием «Вышки Бойко». Более подробно о ней, а также в целом о ситуации на фронте в нашем материале далее. Уникальные кадры с нагрудных камер бойцов во время операции «Вышки Бойко» по освобождению Черноморской платформы Таврида опубликовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Как отмечают в ГУР, провести операцию удалось не с первой попытки, но спецназу все-таки удалось достичь успеха и получить важные трофеи и разведданные. Было две огромные проблемы – это наличие инженерных заграждений и авиация противника. Были три отправные точки, из которых мы могли отправляться на выполнение этой задачи. И эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно обнаружить место, откуда мы стартуем. Позывной Боб – боец спецподразделения ГУР Министерства обороны Украины. Полным фиаско закончилась и очередная попытка российских оккупантов штурмовать украинские позиции на Донецком направлении. Украинские бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов превратили бронированную технику противника, танки и БМП в груды металлического хлама. Всего, по данным Генерального штаба ВСУ, на фронте произошло 54 боевых столкновения. Самая сложная ситуация – на Авдеевском направлении, где украинские войска отбили 11 атак, а также на Новопавловском. Там армия РФ в 18 раз пыталась прорвать оборону. На Лиманском направлении ВСУ отразили 7 штурмов, а на Бахмутском и Ореховском было успешно отбито по 5 атак россиян. Украинские воины продолжают активно уничтожать живую силу и технику оккупационных войск, истощая противника вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники россиян, а также по одному зенитному ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники. Уничтожили один склад боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы и два средства противовоздушной обороны противника. Всего, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 920 российских военных. Кроме того, российская армия не досчиталась 8 танков. Уничтожены 24 боевые бронемашины, 33 артсистемы, одна реактивная система залпового огня, два средства ПВО, 59 различных дронов и почти полсотни автомобилей.